Сначала прочитаю вам из Священного Писания, это Исайя 44 глава, 3 стих. «Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссокшее, изолью дух мой на племя твое и благословение мое на потомках твоих», говорит Господь. И мы знаем это место, наверняка многие из вас слышали его. «Я изолью на жаждущее, я изолью воды, и воды, они как раз очень часто идут как прообраз Святого Духа, излияние, ну и вот часто именно вода, как прообраз огонь, как прообраз Духа, вода, как прообраз Духа и так далее, ветер, у Духа Святого много прообразов, но здесь очевидно, что «Я изолью на жаждущее и потоки на иссокшее, ну и дальше даже говорится, я изолью именно дух мой». Поэтому, чтобы Господь излил это пробуждение, нам действительно нужна жажда. Жажда по Господу, жажда по спасению людей и жажда по этому пробуждению непосредственно. И вот об этом сейчас я и хочу немножечко с вами в эту тему пойти, постараться в нее углубиться, посмотреть кое-какие примеры, посмотреть, почему нам так необходима эта жажда и несколько практических советов дать, как эту жажду в себе возгревать, потому что за эту жажду не отвечает только Бог. За эту жажду, да, Он дает ее, Он даятель Духом Своим этой жажды, но есть ли она у нас или нет, зависит исключительно от нас и от того, как мы действуем сегодня. Итак, жажда по Богу и Его славе, жажда по спасению душ – одна из главных причин пробуждения. Если изучать вот все пробуждения, которые были, друзья, очевиднейшим образом является то, что были люди, группа людей, или иногда это был один какой-то просто сумасшедший Христа ради христианин, который просто вот все, его не устраивала существующая реальность, он жаждал Господа, он молился, он постился, он взывал, он вопиял Господу, и приходило это излияние. Излияние никогда не происходило просто в какой-то, знаете, вот теплой церкви. Есть среднестатистическая церковь, и большинство сегодняшних церквей очевиднейшим образом дремают полусонно или совсем сонно. И, безусловно, в таких церквях Дух Божий вот так вот не ворвется туда и не начнет там являть свою славу. Почему? Потому что это толком никому не нужно, этого никто толком не хочет, этого толком никто не жаждет. А Господь отзывается на наши желания, на нашу жажду. То есть, что такое жажда? Это по факту, это очень сильное желание Божьей славы, очень сильное желание Божьего присутствия, очень сильное желание Божьего действия. Это как, помните, когда к Гедеону, по-моему, пришел ангел и начал с ним разговаривать. И тогда он сказал, да ну что, посмотри вообще, где Господь? Где? Вот что-то было раньше, а сейчас что? Сейчас где? Ну, дело в том, что не знаю, жаждал он или нет в тот момент. Но, друзья, если люди не жаждут Господа, пробуждение не видать. Если люди жаждут Господа, пробуждение будет, безусловно. И дело в, можно сказать, количестве жаждущих в глубине этой жажды, потому что... Ну, ладно, дальше я покажу, почему Господь включил этот элемент, почему он для него так важен, чтобы начали мы это осознанно видеть и ценить. Цитата Рика Джойнера из книги, не помню, как она называется, о пробуждении в Уэльсе. Бог посылает свое пламя туда, где оно наиболее вероятно будет подхвачено и получит распространение. Топливо это дерево, которое достаточно сухо, чтобы легко загореться. И Писание и история свидетельствуют о том, что священное отчаяние предшествует новому начинанию. Вот здесь оно сравнение такое с сухими дровами, которые не вымочены, которые не мокрые, но которые уже настолько сухие, что поднеси к ним только спичку, и они вспыхивают. Они вспыхивают этим пожаром. И Господь нас вот так вот высушивает, чтобы мы были готовы воспламениться и передавать это, передавать это, чтобы не получилось так, что он свой огонь излил на одно бревнышко. Оно горит, а все вокруг мокрые, и ты сколько им этого огня не давай. Они гасят его, гасят и все. Поэтому Господь готовит церковь свою. Господь готовит церковь свою для того, чтобы излить Дух Божий на нее. И вот интересная цитата Дуайт Муди. Это один из самых мощных евангелистов 19 века, у которого было мощнейшее служение. Сильнейшим образом действовал Господь. И вот Дуайт Муди был уже успешным служителем. Он уже ездил по всей Америке, проповедовал Евангелие, его уже все знали. И вот ситуация происходит. Следующая. К нему подходят две женщины. Давайте прочитаю вам это, буквально то, что он пишет. В Чикаго были две благочестивые женщины. Они сказали мне, мы молились за тебя, тебе нужна сила. Мне нужна сила, сказал я сам себе. Вроде бы у меня была сила. И вот так вот многие сегодня из нас, многие служители Божьи, они подобны Дуайту Муди. Мы молились за тебя, тебе нужна сила. Мне? Мне нужна сила? Да ты посмотри на меня. Ты посмотри на мое служение. Ты посмотри, я насадил там несколько десятков церквей. Ты посмотри, я проповедую Евангелие. Меня слушают, меня уважает христианский мир. Ты посмотри, у меня сильная община. Какая мне нужна сила? У меня все хорошо. Но эти две благочестивые женщины продолжали молиться за меня. Их горячие разговоры о помазании для особенного служения заставили меня задуматься. Я попросил их прийти и поговорить со мной. И мы опустились на наши колени. Они изливали свои сердца, чтобы я мог принять помазание Святого Духа. И пришла великая жажда в мою душу. Я не знал, что это было. Я стал взывать, как никогда прежде. Жажда усилилась. Я действительно чувствовал, что не могу жить больше, если не смогу иметь этой силы для служения. Вот она, дорогие, жажда. Я действительно чувствовал, что я не хочу жить больше, если не смогу иметь этой силы для служения. В идеале вот в такую точку каждый христианин должен прийти. Каждый из нас должен прийти вот в эту точку, когда мы действительно кричим к Богу Господь. Да я жить больше не хочу. Не хочу я жить в таком христианстве. Не хочу я жить таким образом, когда я не вижу Твоей славы, когда Дух Твой не действует могущественно. Да почему, Боже, Израиль Ты сопровождал в столпе облачном, в столпе огненном? Почему Ты раздвигал моря? Почему, Боже, почему тень апостола Петра исцеляла больных? Почему платки с опоясания Павла изгоняли бесов? А я что, Господь? Что насчет меня? Что насчет сегодняшнего поколения? Сегодня что, меньше больных? Сегодня люди меньше нуждаются в Твоей благодати? Сегодня им не нужен Бог? И вот эта вот жажда такая, когда ты начинаешь действительно говорить, Господь, «Да если ты мне не дашь вот этой силой помазания, если ты мне не дашь видеть это пробуждение и быть его делателем, да забери меня тогда вообще отсюда! Что мне здесь делать? Рассказывать поучительные истории из Библии людям?» И вот так вот Дуайт Муди получил силу. Слава Иисусу Христу! Еще одна интересная история, написанная в описании жизни Дункана Кэмпбелла, который был основателем пробуждения на Гибридских островах. Евангелию в деревне противилась сильная оппозиция. И хотя многие приходили на собрания из других областей, местных было очень мало. Деревня, очень мало верующих. В церкви никто не ходит толком. Лидер церкви предложил пойти на молитву, и около 30 человек отправились в дом фермера. Молитва была тяжелой, и около полуночи Дункан Кэмпбелл обернулся к местному кузнецу, который очень долго молчал, и сказал, «Я чувствую, что пришло время, когда ты должен молиться». Мужчина молился около полутора часов, потому что в пробуждении время не имеет значения, а затем родилась эта смелая молитва. Вот этот кузнец полтора часа помолился, и теперь он высвобождает, друзья, вот такую вот молитву. Услышьте, сколько в ней дерзновения и жажды, пожалуйста. «Боже, разве ты не знаешь, что твоя честь на кону? Ты обещал излить потоки на жаждущие, и ты не делаешь этого? Господь, я не знаю, как другие здесь стоят в твоем присутствии, я не знаю, как стоят служителя, но, Господь, если я и знаю что-то о своем сердце, я стою перед тобой, как пустой сосуд, жаждущий тебя и проявления твоей силы». Он остановился на время, а затем закончил. «Боже, твоя честь на кону, и я прошу тебя соблюсти твой завет и сделать то, что ты обещал». И кому-то может показаться, что эта молитва слишком дерзкая. Да какое право ты, человек, имеешь вот так вот обращаться к Богу? Друзья, если человек положил всю свою жизнь на жертвенник для Христа, для созидания Царства Божьего, он может обращаться так к Богу. И это не от непочтения, это, наоборот, от великого почтения, от великой жажды, от веры, от взаимоотношений. Такая молитва может родиться только из близости взаимоотношений. И отмечу, что она, друзья, сработала. В этот момент весь гранитный дом затрясся, как лист. Старики подумали, что это землетрясение. Но Дункан Кэмпбелл напомнил стих из Деяния 4.31, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны. Он благословил всех, и они разошлись. Было два часа ночи, и они обнаружили, что вся деревня не спит, зажженная Богом. Мужчины и женщины несли с собою стулья и спрашивали, есть ли еще место в церкви для них. Итак, буквально несколько часов назад деревня, в которой всем фиолетово на Бога, в которой никто толком в церковь не ходит, и вот собралась группа ревностных верующих. И вот ревностная, жаждущая молитва этого кузнеца. Сотрясается земля, сотрясается дом. Два часа ночи, и эта деревня, теперь ее не узнать. Люди проснулись, люди не спят, люди жаждут Бога. Дух Святой сошел на деревню. Они идут в церковь и просят, спрашивают, есть ли место в ней. Друзья, и я не знаю, возможно, для кого-то, вот знаете, в нашем сегодняшнем христианстве мы можем это читать, как какие-то сказки такие, но это свидетельство, это свидетельство, исторические свидетельства того, что происходит, того, что происходило. И такое происходило множество раз. И тогда, друзья, возникает вот это дерзновение, возникает эта жажда. Господь, почему вдруг там ты колеблешь это место, почему там трясутся эти стены, почему там вся деревня приходит вот в это состояние богоискания. Что с нами, Господь? Ты ведь нелицеприятен. Слава тебе, Иисус! И был такой благословенный муж Божий, Чарльз Финней, он главный делатель второго великого пробуждения в США, насколько я помню. И он выделил пять пунктов того, когда церкви нужно пробуждение. Я просто хочу, чтобы мы по ним с вами прошлись и увидели, и поняли, нужно ли нам пробуждение или не нужно. Хотя каждый из нас понимает прекрасно, что да, нужно, но просто как бы выведем это в состояние еще большей осознанности сейчас. Итак, пункт номер один. Мы говорим о том, нужно ли церкви пробуждение или не нужно церкви пробуждение. И вот условия, при которых оно очень нужно. Чарльз Финней это написал. Если нет желания, братской любви и христианского доверия среди верующих, пробуждение необходимо. Когда христиане погружаются в унылое состояние, отпадают от веры, у них нет ни стремления, ни сознания необходимости иметь между собой ту же любовь, то же доверие, как если бы все все еще были живыми, активными, живущими святой жизнью. То есть, если в церкви нет стремления как раз к единству и братской любви, если церковь прекрасно себя чувствует в своем там собственном служении где-то там. Вот у меня поместная община и там в своей и поместной общине у меня есть небольшой кружок верующих, с которым я общаюсь. Остальные, ну, мне не очень нравятся, поэтому с ними я не хочу ничего общего иметь и строить. Не важно, что мы одно тело Христово, что мы вся вот одна огромная Божья семья, ну, не тянет меня к ним, не тянет меня к этим людям и не хочу, чтобы тянуло. Нет желания братской любви. Нет желания христианского вот такого настоящего, друзья, общинного, общиной жизни. Нет желания. И очевидно, что этого желания сегодня мало наблюдается, хотя увеличивается, слава Богу. Стремление к единству набирает обороты. Это очень важно, это существенный показатель как раз того, что дух пробуждения, он захватывает церковь. Следующий, второй пункт. Если существует распри, зависть и злоречие среди верующих, тогда существует огромная потребность в пробуждении. Все вышеупомянутое показывает, что христиане удалились от Бога и пришло время серьезно задуматься о пробуждении. Вера не может действовать одновременно с подобными явлениями в церкви, и ничто не сможет положить им конец, кроме пробуждения. Итак, если существует распри, злависть и злоречие между христианами, между церквями, и сегодняшняя, например, ситуация, ладно, если мы посмотрим там на внутрироссийскую церковь, и то мало там доброго и хорошего, но если мы посмотрим сейчас на то, что сделал этот вооруженный конфликт между странами нашими, с церквями России и Украины, то мы увидим, что ну вот достаточно какого-то действия, да, оно очень серьезное и очень неприятное, но это действие в этом физическом мире, в этой физической реальности, и ба-бам! и мы знать друг друга не хочем. Я не про всех, слава Богу, говорил, но многие люди, к сожалению, они сегодня отпали от вообще какой-нибудь осознанной, осознанного понимания, что мы тело Христово, что мы тело Христово, а не русский и украинец, не оккупант и еще там кто-то, а братья, родные в Господе. Третье. Если в церкви присутствуют плотские помышления, налицо, что церковь погружена в подавленное состояние, близкое к отступничеству, если вы видите христиан, одевающихся по-мирски, посещающих вечеринки, ищущих мирских развлечений, читающих романы и другие мирские книги, все это показывает, что они удалились от Бога, а потому существует огромная потребность в религиозном пробуждении. Я не знаю, как вы, друзья, но я вижу, что все больше и больше церковь, она старается привлечь людей не духом святым, а чем-то таким вот мирским зацепить. И с одной стороны это вроде бы как неплохо, потому что мы все-таки стараемся людей привести в церковь, и если у нас есть вот правильные мотивы и побуждения, выглядит это все хорошо, но это говорит о состоянии очень серьезно церкви. Очень серьезно. И я так мало слышу вообще проповедей в теле Христовом о посвящении, о том, чтобы взять свой крест, о том, чтобы положить свою жизнь на алтарь для Господа, о том, чтобы вот просто все, образно говоря, оставить в этом мире, вот оставить всякую прилепленность и следовать за Христом по-настоящему, чтобы посвятить себя служению людям и Господу, чтобы ехать куда-то на миссию, чтобы еще что-то делать. Моравские братья, друзья, моравские братья, у них было соотношение миссионеров в церкви, внутри церкви, вот во время ихнего пробуждения один к шестидесяти, то есть на 60 человек в церкви был один миссионер, один миссионер, 60 человек есть, один из них миссионер, 60 человек есть, один из них миссионер, уезжающий не в соседний город, а куда-то в другую страну проповедовать Евангелие, причем в такую страну, где еще нет, как правило, не насаждено вообще церквей, поэтому это очень и очень существенным образом является показателем. Когда нет в церкви страха Божьего, когда нет настоящего посвящения, тогда налицо то, что нам необходимо пробуждение, и оно нам очень сильно необходимо. Слава Иисусу Христу. Четвертое. Если церковь находится, находит своих членов впавшим в непристойные и скандальные грехи, значит пришло время церкви пробудиться, возопить к Богу о религиозном пробуждении. Ну и не так часто может быть церковь видит непристойные грехи, не так часто они выносятся в свет, но только на моем веку, знаете, вот в нашей церкви столько пастырей, они просто ушли со служения, кто-то из жизни ушел, кто-то развелся с женой, кто-то просто ушел в мир, оставил церковь, кто-то еще что-то сделал, я говорю про пастырский состав, это про пастырский состав, что говорить про не пастырский состав, когда я пришел в церковь, мне кажется, прошло вот эти годы, и там я не знаю сколько людей осталось из огромных четырех тысяч, да, есть новые, а где старые? Где старые? что с ними? Где они? И конечно, я не говорю, что все из них отпали от Христа, кто-то из них в других церквях, кто-то еще может быть где-то, но сам факт он очевиден, очевиден, что церковь она далека от высоких стандартов святости, и ей нужно пробуждение. Пятое и финальное сейчас, если грешники вокруг беззаботны и легкомысленны и беспрепятственно погружаются в гиену, значит наступило время энергичных действий для церкви. Церковь также обязана пробудиться, как пробуждается пожарник, когда пожар возникает ночью в большом городе. Вместе с тем вина бездействующего пожарника несравнима с виной тех христиан, которые спят, пока грешники вокруг них легкомысленно погружаются в пламя гиены. Друзья, во времена пробуждения грешники, то есть люди нерожденные свыше, они бегут в церковь, у них начинается реальное богоискание, у них внутри начинаются существенные вопросы, дух божий начинает их обличать, и они тянутся, тянутся к богу, они бегут в церковь. Их не приходится на улице там упрашивать, прочитать молитву покаяния, потому что возможно ты тогда будешь спасен, а я поставлю себе галочку я еще одного покаял, еще кто-то повторил за мной слова и пошел жить дальше своей жизнью. опять же я ни в коем случае не дискредитирую служение благовестия, очень важное служение, я констатирую факт того, что происходит в обществе, и да, есть люди открытые, безусловно, их становится все больше, и вот эти вот события, вот эти вот ковиды, вот эти вот войны, они людей к этому побуждают, но к сожалению побуждают их к этому вот эти события, а не дух божий, не излияние духа божьего, в пробуждении дух божий захватывает, захватывает людей, захватывает сердца, и когда мы видим вокруг, что да людям вообще без разницы на бога, я недавно прочитал комментарий один там в школе молитвы, причем реклама школы молитвы идет только на сообщества христианские, вот если люди состоят в христианских сообществах, они могут увидеть эту рекламу, и вот один благословенный человек написал что-то типа про какого бога вы говорите, друзья, вы в каком веке живете, у вас есть мозг, вы думающие люди, о каком боге сегодня вы говорите, поэтому нам нужно пробуждение, чтобы вот эти вот люди, которые вот так вот думают, что они суперумные сегодня, о каком боге вы говорите, рыдали на своих коленях, каялись, соплями истекались, слезами истекались и кричали Господь, прости меня, прости меня, прости мои грехи, прости меня, и это может сделать только Дух Святой, только Дух Святой, если мы этому человеку начнем что-то доказывать, да ему плевать будет на это все, только Дух Святой может сокрушить его сердце, только излияние Духа Божьего способно изменить атмосферу и изменить в корне, изменить, переломить и приводить людей массово к Иисусу Христу, слава тебе Иисус, и друзья, практические советы, практические советы, как вот эту вот жажду в себе иметь, как этой жаждой наполняться, потому что, как я сказал, каждый из нас отвечает сам, зато жаждем мы или не жаждем, почему так, потому что мы вот объективно, если посмотреть, подобный сосудом, подобный сосудом, вот у меня стоит бутылка с водой и эта бутылка с водой, это сосуд, вот насколько этот сосуд наполнен и чем он наполнен, все зависит от этого, да, форма бутылки, она не изменяется, вид ее не изменяется, вот я как выгляжу, так я и выгляжу, но если я наполняюсь чем-то определенным, то, соответственно, то, что я, что из меня истекает, то, что из меня можно испить, оно диктуется тем, что в меня налито, не тем, как я выгляжу, а тем, что в меня налито, тем, что погружено в мой дух, в мое сердце, в мой разум, и таким образом нам необходимо этим наполняться, но это будет там дальше совет, а первое, это молиться об этой жажде, Бог отвечает на молитвы, и поэтому, если мы чувствуем сегодня, что нам не достает этой жажды, друзья, она всем не достает этой жажды, всем не достает этой жажды, никто из нас сегодня ночью, наверное, не проплакал всю ночь на коленях, и не взывал к Господу, не кричал, Господь, спаси мое поколение, Господь, помажь меня духом святым, Господь, дай мне твою силу и власть, чтобы проповедовать Евангелие в силе, дай мне, Господь, просто видеть твою славу, все мы, наверное, сегодня спокойно достаточно спали, проснулись со своими мыслями, поэтому нам не достает жажды всем, друзья, всем не достает жажды, поэтому нужно молиться, вот как к этому Дуайту Муде подошли две сестры и сказали, мы молились за тебя, тебе нужна сила, мне, но они продолжали молиться, и он понял, да, мне нужна сила, и они начали молиться за него, и тогда к нему пришла жажда, и тогда он возжаждал, и тогда он сказал Господу, и написал, и утвердил, Господь, мне не интересно больше жить, если ты мне не дашь силы Святого Духа, поэтому молиться о жажде, молиться, Господь, дай мне эту жажду, Господь, наполни это жаждой мой народ, наполни жаждой сегодня Церкви России, Церкви Украины, Церкви моей страны, наполни этой жаждой Божьей. И дальше слава Иисусу, мы будем молиться об этом, но сейчас еще несколько советов. Питаться пробуждением. Вот как я сказал и показал вам эту бутылку, все зависит реально, вот все зависит от того, чем мы наполняемся. если вы сегодняшнего дня, допустим, возьмете и начнете по часу в день смотреть ролики, например, давайте возьмем острую тему войны, вот ролики о войне, которая выпускает российская страна, тогда вы наполнитесь одним ядом, либо вы можете час в день смотреть ролики о войне, которая выпускает украинская сторона, вы наполнитесь другим ядом, очень похожим ядом, но ядом, который ненавидит Россию. И из вас будет исторгаться вот это, исторгаться, исторгаться, вот это ненависть, уже почти ненависть, уже даже человек не осознает. Друзья, пасторы мне пишут некоторые, и они уже не осознают, мясо вот просто не видят, что ты же грязь просто распространяешь, из тебя грязь течет. Ты грязь из себя сейчас высвобождаешь. Осуждение, ненависть, грязь одна из тебя течет. Почему из тебя течет грязь? Да все просто, потому что ты этой грязью питаешься, ты тонны этой грязи молотишь, а потом высвобождаешь эту грязь. И здесь, чтобы высвобождать чистые потоки, чистую воду и жаждой наполняться вот этой, нужно питаться пробуждением. Нужно питаться вот этими книгами, вот этими историями. Я скоро соберу, наверное, список книг о пробуждении, тоже где-то мы его выложим, чтобы можно было, кто любит читать, например. Есть YouTube-каналы, где можно ролики смотреть, есть вот много всего, но это наша ответственность. Если это просто есть, оно может просто быть. но вы каждый день можете что-то читать о пробуждении, вы каждый день можете что-то смотреть о пробуждении, вы каждый день можете молиться о пробуждении, и тогда вы будете этим наполняться, вы будете наполняться этой жаждой. Читаете вот это вот, так, хорошо, там дом сотрясся, а у меня что, у меня когда-нибудь сотрясался дом, в моей церкви когда-нибудь что-нибудь хоть сотрясалась поэтому питаться пробуждением питаться пробуждением и это один из пунктов креста пробуждения как раз сергей дальше о нем будет делиться как я понял и вот этот пункт он там есть еще один момент это напомню сейчас практические советы о том как вас жаждать вас жаждать пробуждения размышлять об об участи миллионов не спасенных людей если вы живете в крупном городе или даже не обязательно в крупном вот просто вы можете выйти когда вы выходите и смотрите вокруг смотрите на людей вот пусть в этот момент будет осознанность что большинство абсолютно этих людей они идут в ад что их учесть вот в озере огненном если они не примирятся с богом а примирятся они с богом или не примирятся зависит от того насколько глобальным будет пробуждение по факту если мы говорим о количестве людей да вы можете подойти к человеку и засвидетельствовать ему о господи и это будет великим приобретением и классным семенем и хорошо это делать но при этом если его сердце озлоблено если он погряз в мирской суете если его образ жизни похоть плоти похоть очей и гордость житейская а дьявол заквашивает людей в этом образе жизни от чрева матери как обычно происходит и из садика из школы заквашивает миром прилепляет к мирским ценностям созидает в них грех грязь бунт гордость превозношения и здесь вы со словом божьим пока дух божий не сокрушит это сердце семя она будет попадать просто в твердую почву и первый же ворон будет клевать его поэтому когда мы размышляем о судьбах вот этих людей как я говорил уже неоднократно но это просто настолько сильно на самом деле и ну порой это очень больно да вот просто осознавать это знать об этом и помните то что только в россии за день умирает пять с половиной тысяч человек пять с половиной тысяч человек в день умирает в россии это без всякой там войны просто в обычный день любой день в россии умирает пять с половиной тысяч человек это примерно почти 4 человека в минуту каждые 15 секунд 15-20 секунд в россии умирает человек друзья сейчас во время когда пробуждения нет абсолютно преимущественно большинство этих людей очень вряд ли попадают на небеса и знаете что прекрасно если посмотреть на это на этот факт с позитивной точки зрения но даже не то что с позитивной но в общем слава господу за то что мы живем во время пробуждения и можем повлиять на то чтобы уже там в этом или в следующем году вот эти пять с половиной тысяч человек которые умирают в день преимущественно большинство из них наполняла царство божие чтобы через 10 лет когда вот эти пять с половиной тысяч человек в день будут уходить вечность чтобы единицы из них единицы из них а вообще в апогеи чтобы мы сражались за то чтобы вообще никто не уходил в ад но чтобы все мы полным составом и друзья это кажется сказка опять же такой какой-то как это называется то вылетела из головы утопия до утопия некая да это же невозможно что ты там говоришь все равно все не спасутся друзья иисус заплатил за всех иисус заплатил за всех и он хочет чтобы все спаслись он хочет чтобы все спаслись все чтобы спаслись поэтому я верю что если дух святой будет мощно сходить на людей но уж пускай не все но друзья абсолютнейшее большинство должно спасаться слава господу иисусу и четвертое это вникать в себя тщательно и ревностно отсекать всякую прилепленность души к этому миру наша душа она прилепляется ко всему к чему мы позволяем и прилепляться наше сердце она также зависимым становится от каких-то вещей и мы ответственны за то к чему мы прилеплены вот почему бог говорит возлюби меня всем сердцем своим всей душою своею всем разумением всей крепостью потому что если не возлюбишь всею душою то твоя душа будет любить там деньги например или твоя душа будет любить женщин например или твоя душа будет любить карьеру самореализацию сердце твое будет ленить к чему-то неправильному неправедному когда не будет жажды у многих людей намного больше жажды стать богатыми например или стать обеспеченными чем жажды по пробуждению у многих людей намного больше жажды выйти замуж хотя это тоже очень хорошо безусловно безусловно это нужно и вы выйдете замуж слава господу иисусу но когда жажда выйти замуж больше чем жажда по господу я вам скажу правду друзья это нездоровая вещь может быть как бы можно это оправдать и знаете мы как христиане любим это оправдывать ну тебе же нужно тебе нужно это же твои потребности вот тебе нужен муж понятно тебе нужно там родить детей все хорошо тебе то то нужно и это тебе нужно и все тебе нужно безусловно да все это нам нужно но это все должно быть вторым а в большинстве жизни христиан вот это все навалено в кучу на пьедестале 1 2 3 4 5 место и там где-то жажда по богу жажда по богу давайте мы помолимся ревностно помолимся пять минут я помолился и сдулся все а что что все моя жажда закончилась подремая или пойду я чем не тут делать то вот моя жажда на пять минут моей жажды хватает а потом вдруг какая-то другая жажда заговорила и друзья сейчас я понимаю что это звучит обличающе опять же но я говорю это не только к вам сейчас я говорю так сам к себе также точно абсолютно абсолютно я сегодня ночью тоже не провел полночи на коленях вымаливая у господа пробуждения излияния святого духа и силы я не был еще ни разу в сорокадневном посте на воде чтобы это все пришло в мою жизнь поэтому мне тоже еще есть куда двигаться абсолютно и каждому из нас есть куда двигаться поэтому это просто для того чтобы понимать осознать есть у меня жажда господь да ну честно нет жажды если есть жажда боже мне вот хочется хотел бы я вот готов я не знаю ну ладно давайте не буду радикалить в общем практические советы еще раз четыре практических совета что нам сделать чтобы вас жаждать господа по-настоящему и его пробуждение его славы молиться об этой жажде господь отвечает на молитвы и он может нам ее дать опять же предупрежу что когда он дает эту жажду потому что определенные моменты я испытывал такую жажду что меня выкручивала буквально мне как как будто бы вот не знаю такое состояние было как вот выкручивает всего настолько огонь в тебе горит и в принципе это состояние вообще дискомфортно и ужасно намного приятнее радоваться наслаждаться и это мы тоже делаем в господи но когда у тебя вот такая жажда 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 ты не видишь не видишь не видишь и хочешь и хочешь и хочешь ну дискомфортно живется но это цена дорогие на жаждущие залью иссохшему дам напиться и так молиться о жажде питаться пробуждением размышлять об участи этого поколения которое тотально погружено в демонический плен вникать в себя и отсекать все что выходит на первое место все что закрывает собой жажду кого я больше жажду бога его славы и пробуждения или новый автомобиль или купить домик или пожениться или родить ребенка или исцелиться или еще что-то и тут мы все понимаем что жажда по богу у меня стоит где-то там дай бог в топ 10 слава тебе иисус друзья ну и здесь я предлагаю вам помолиться об этом попросим этой жажды у господа и соответственно будем буду я передавать тогда слово сергею слава иисусу христу отец мы благодарим тебя за то что ты наполняешь нас своей жаждой и это от тебя жажда исходит мы сами по себя по себе не можем во жаждать ничего но ты нас можешь наполнить этим огнем твоей жажды и мы сейчас возвышаем свои голоса к тебе я молюсь боже за каждого человека который сейчас прямом эфире который будет смотреть запись этого пенуэла господь за себя молюсь за каждого из нас за каждого человека в теле христовом любимый дай нам жажду дай нам вас жаждать дай нам быть этой сухой землей которая просто кричит дай дождя боже дай дождя дай дождя жить больше не хочу без твоего дождя ничего не интересно без твоего дождя боже мне нужен твой дождь мне нужен твой дождь мне нужно твоего пробуждения мне нужна сила духа божьего мне нужна твоя слава отец я хочу видеть спасенное поколение я хочу видеть спасенные народы я жажду тебя и пусть это будет еще больше еще больше еще больше дух божий пожалуйста укрепляй укореняй нас в этой жажде пусть она сейчас приходит во имя иисуса дай нам мудрости молиться об этом на регулярной основе не останавливаться господь но чтобы наша жажда стала такой мощной что она не сможет не стянуть твою славу твое пробуждение во имя иисуса господь спасибо тебе за все те материалы которые у нас есть чтобы питаться сегодня пробуждением чтобы наполнять себя из правильных источников отец пусть будут закрыты перекрыты все неправильные источники духом твоим о любимый обличий нас обличить тело христова и закройте в вонючие смрадные источники из которых церковь питается сегодня и пусть она будет питаться из чистых источников из источников которые располагают боже приближаться к тебе прославлять тебя преображаться в тебя во имя ишуа господь не дай нам просто обойти вниманием то что происходит вокруг чтобы те люди которые окружают нас и которые идут сегодня в ад они божи трогали наше сердце они были в нашем сердце чтобы мы взывали об их спасении чтобы мы не успокаивались господь пусть воистину мы будем сострадающими боже такими как ты со страдающими господь слава тебе пусть у нас будет такая жажда по спасению этих людей что мы будем готовы положить все на этот жертвенник чтобы они были спасены во имя иисуса спасибо тебе что ты поднимаешь этих героев веры героев которые встают в проломе за души этого народа во имя иисуса христа и отец спасибо тебе за то что ты показываешь нам духом твоим всех идолов сейчас которые стоят стоят перед тем чтобы нам войти в полноту посвящения в полноту твоей славы позже чтобы мы вас жаждали по-настоящему мы просим тебя просто духом твоим сокруши сейчас всякого духа всякого идола всякую прилепленность нашей души во имя иисуса я сокрушаю сейчас именем и властью иисуса христа всякие душевные привязки к этому миру похоть плоти похоть очи и гордость житейскую и провозглашаю иисус царь в наших сердцах наших душах и только его мы любим и только его мы славим и только его мы хотим во имя ишуа слава тебе господь углубляй нас в этой жажде укореняй нас в себе дай нам жаждать господь по-настоящему слава тебе царь слава тебе царь слава тебе царь а